Божий посланник для всех. Диане, 26 глава, с 13 по 23 стих. Среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Савву, Савву, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна. Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойное покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвести свет народу иудейскому и язычникам. Размышления, часть первая. Чтобы направить нас. Деяния 26 глава с 13 по 18 стих. Образ Вала, погоняемый роженым, палкой с острым концом, еврею Саулу был хорошо знаком. Однажды он обнаружил, что, подобно быку, сопротивляющемуся плугу, бунтовал против Бога, которому стремился служить. Преследуя тех, кого он считал опасной сектой, он на самом деле преследовал самого Мессию. Но по милости Божией произошло нечто невообразимое. Фарисей Саул стал апостолом Павлом, Божьим посланником к неевреям, стремящимся привести их к вере Иисуса Христа. Чтобы использовать нас так, как он задумал, Богу иногда приходится, как в случае с Саввом, образно говоря, сбить нас с ног. И делает он это не для того, чтобы причинить нам вред, а чтобы направить нашу жизнь в правильное русло. Можете ли вы вспомнить какой-то случай, когда вы противились Божьей воле на вашу жизнь? Что сделал Бог, чтобы привлечь ваше внимание и победить ваш бунт? Павел утверждает, что его проповедь как евреям, так и язычникам соответствует тому, что говорил Моисей пророке. Он ясно дает понять, что благая весть одинакова и для тех, и для других. Они должны обратиться к Богу, покаяться перед Ним и подтвердить покаяние своими делами. Именно по этой причине, утверждает он, иудеи стремятся убить Его. Должно быть для них возмутительно оказаться в одной группе с людьми, на которых они смотрят свысока. Но таково Евангелие, Христос умер за всех людей, потому что любой из нас в равной степени нуждается в спасении. Какими бы праведными сами себе мы ни казались, без Христа мы все в запятанных одеждах. Но те, кто в Нем, одеты в Его совершенную праведность. Почему самоправедность так опасна в жизни Божьего народа? В каких областях вы склонны к самоправедности? Молитва. Господь Иисус, освободи меня от слепоты и самоправедности. Научи меня тому, что истинное покаяние проявляется через добрые дела. Даруй мне благодать жить в верном, смиренном послушании Тебе. Во имя Твое я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok